Последний доклад о типизации в реакте расскажет Валерий Донико. Это будет лайфкодинг, новый формат для всяких слайдов, реальный код и Валера все будет показывать. Будем такое тестировать, если зайдет, то будем дальше продвигать. Всем привет, да, я тоже первый раз выступаю и немножечко нервничаю, так что если я тоже, если я тоже буду падать, как тот человек, точнее он не падал, но возможно короче все нормально, да, не беспокойтесь. Вот, тема называется TypeScript React, но в целом я буду рассказывать не только про React, а в целом что такое TypeScript. Здесь есть люди, которые пробовали, пишут на TypeScript, довольно таки немало в общем. Это, видимо, люди, которые пишут на втором ангуляре, да, наверное, и выше, да. Вот, для тех, кто как бы пишет, то не пишет, как бы всех пишут JavaScript, пишут всякие там функции, методы и так далее. Часто, я так думаю, уверен на 100% часто встречали такие штуки, как, ну точнее, при вызове функции вы по-любому встречали undefined, дали какие-то ошибки дикие. Вы такие, блин, что такое, где это поломалось, зачем это поломалось, как оно могло поломаться. Или вы, например, какой-то огромнейший проект, там даже, будь то, не знаю, там когда-нибудь, давно-давно был еще, да, jQuery, грубо говоря, там, да, или чистый JavaScript. И там есть какие-то функции, вы что-то хендлите, и у вас там эта функция принимает там несколько параметров, и вы хотите ее вызвать в другом месте, и вы даже не помните, что туда надо передавать и сколько туда надо передавать. Допустим, там нужно три каких-то свойства передать или значения, вы передаете два, и у вас все это ломается, хотя сама IDE там, да, или ваш, там, чем следите, там, sublime, там, или, там, допустим, сейчас в App Store есть, да, он тебе подскажет, грубо говоря, подчеркнешь, типа, чувак, у тебя здесь есть какая-то функция, три параметра, а ты, как бы, в третьей не используешь. Вот. TypeScript хорош тем, что у вас, как бы, практически он исключает возможность того, что у вас может быть какой-то undefined или какая-то такая ошибка, и что вы пишете функцию, которая принимает строго три параметра, а вы ее где-то вызываете, передаете один или два. Такого не будет, потому что у вас просто проект не сбилдится. На этапе компиляции, транспайла, грубо говоря, да, у вас просто, да, конечно, да, огонь. На этапе билдинга проекта, он просто сыпется, он покажет вам, где у вас какие ошибки, также можно прогнать там каким-нибудь линтингом, да, если у вас там есть, для этого есть tslint, есть tslint, где-то все расписывается, там, да, как есть jslint, jshint, так же самое с tslint. По идее, у меня есть что-то подобное. Ну, например, здесь, да, вот здесь получается, сейчас я перейду с view mode, presentation, да, то бишь здесь видно там тоже всякие, как и в jslint, всякие какие-то параметры, там, сколько у вас должно быть табов, там, какие использовать кавычки и так далее, и так далее. Все описывается в tslint, и, собственно говоря, когда у вас происходит билд, TypeScript смотрит сюда и говорит тебе, ну, то есть тоже сломается, если у тебя что-то там не так. Ну, например, здесь, да, указано, квотомар, что должны быть одинарные кавычки, но если, например, это в JSX, и вы пишете, например, слово класс, вы же не, ну, как бы не будете писать это в одинарных кавычках, и, собственно говоря, здесь разрешается JSX double, если я ошибаюсь, стану, потому что, сейчас, секунду, выйдем из этого view mode, set presentation, вот, как это, чем полезно? Ну, например, вспомним, вот, например, для примера есть, создал, у нас всегда есть, в принципе, в любом приложении, в любом сайте есть, сейчас, presentation, вот, включу, set. То есть в любом, чаще всего в любом приложении, в любом случае у вас есть какой-то пользователь по-любому, это чаще всего, ну, то есть регистрация, логин какая-то, все равно описание есть, и, собственно говоря, для таких вещей, чтобы в каком-то месте мы, там, при регистрации, логине или, там, при его дисплее на каком-нибудь, там, сайт баре или хедере, вы не забыли, что там еще у него есть, например, last name, есть first name, и, там, допустим, вы можете юзерным добавлять, мы можем создать какой-нибудь интерфейс person, который включает в себя, что должно быть в любом случае у этого объекта first name, last name, это все имеет, там, тип string, да, то есть в JavaScript есть какие-то, есть типы данных, да, и TypeScript, как бы, дело так, чтобы их использовали, и first name, чтобы вы в другом месте, если вы, там, создаете пользователя, вы укажете ему, там, first name какой-нибудь, там, не знаю, массив или типа того, у вас тоже, как бы, это все, билд пойдет в никуда, грубо говоря, вот, и как это, собственно говоря, используется, я, если честно, не вкуриваю, как здесь, нет, я не в этом, я не знаю, как в маке свитчить табы, я еще этим не заморочился, короче, поэтому я буду, а, окей, хорошо, сейчас тогда возвращаемся сюда, вот, собственно говоря, мы импортируем интерфейс person с типов, и, допустим, у нас есть какой-нибудь метод, который принимает на себя объект типа person и возвращает строку, ну, и, собственно говоря, hello person first name, hello person last name, и мы создаем объект типа person и передаем ему first name и last name. В типе у нас person есть еще password, который является необязательным полем. Есть еще в TypeScript, грубо говоря, такие моменты, когда у вас, ну, вы можете установить, что это, это, это свойство может быть необязательным. В данном случае, например, я сделал пароль, то есть, если мы отсюда здесь уберем знак вопроса, то, упс, нет, не то, нет, не command tab-то, да, получается, не, у нас свитчи в AppStorm это бы я имел в виду, ну, ладно, хорошо, да, и, допустим, я сделал пароль обязательным, то, сейчас, 4, вот, вот, нет, просто размер shift там увеличить, нет, нет, да, нет, это, вот, в общем, мы видим, что здесь, возьму указочку, может, да, то есть здесь как бы подсвечивается объект юзера и сейчас я покажу, собственно говоря, в терминале, ага, он здесь не виден в presentation, но как круто, все удобно. Вот, открываем консольку TypeScript, видно, да? Да. Сейчас. Блин, вот эта играция, конечно, да, ну, не видно, класс. Это все-таки надо как-то увеличивать font-size получается. Угу, не прикольно. В общем, здесь написано, что тип интерфейса Person включает в себе еще свойство пароль, и которое здесь, как бы, грубо говоря, в объекте отсутствует. То есть у вас, если вы будете билдить проект, у вас просто здесь не сбилдится, ну, и выскочит в консоли такая же самая ошибка. Это что касается такого момента. Что, как это удобно, например, использовать. Сейчас я верну. Это нормально. Вот, собственно говоря, как это используется в приложениях на React. Такая штука у React, как PropTypes, но их уже выпилили в 15.6 версии. Не помню, какой, если честно говоря, уже. Вот. Использовался для того, чтобы указывать точно, какие у вас параметры приходит в ваш компонент какой-нибудь. В данном случае мы не используем PropTypes, мы используем TypeScript на бэкэнде и на фронтэнде, что позволяет, грубо говоря, описывать какие-то интерфейсы, модели в одном каком-то месте. И мы используем на фронтэнде и на бэкэнде, потому что на бэкэнде мы используем на JS, там JavaScript, там все на TypeScript тоже, собственно говоря, и фронтэнт у нас в TypeScript. И поэтому, собственно говоря, мы фронтэндер, если он не знает, что там вообще на бэкэнде, он тоже никогда не пропустит каких-то мелочей, каких-то свойств или то, что он должен передавать на бэкэнд, потому что ему будет IDE, ему будет рассказывать TypeScript, что чувак, вот там вот мы, короче, на фронтэнде в каком-то контроллере ждем, что модель юзера должна быть вот такая, или там это пост какой-нибудь, что там нужно, сохранить ему имидж и так далее и тому подобное. Здесь, это я взял сейчас React Create App. Есть такая штука, когда вы создаете, точнее качаете, устанавливаете, можно установить флаг, что это будет на TypeScript, то бишь это я здесь скачал, установил его, да, и с TypeScript, чтобы не настраивать заново там веб-паки, все эти вещи, как бы для этого люди придумали React Create App, чтобы вы просто установили его и писали React, не зная, что там вообще, как это все билдится и так далее и тому подобное, собственно говоря. Это я взял в качестве примера, на главной странице React есть, да, to-do-app, собственно говоря, это оно есть, только вот с такими небольшими, точнее с TypeScript, в общем говоря, что, собственно говоря, здесь происходит, это to-do-лист, есть компонентик, формочка, которая что-то там хендлит, значение обновляет, есть to-do-лист и здесь, да, мы передаем какие-то properties, как, собственно говоря, это и делается, ну, в общем, в props, да, кто работал с React, там, тот может знать, кто не знает, это, собственно говоря, вы один компонент добавляете, ну, вы в одном каком-то приложении своем, в одном компоненте, вы впихиваете туда какой-нибудь компонент. Например, если у вас идет компонент, там, страница, там, не знаю, записи, новости, и у вас есть, там, сотня новостей, вы идете циклом и, ну, и рисуете, грубо говоря, у вас отдельный пост, то, как он выглядит, как он рисуется, изображается и все его там какие-то штуки, они сделаны в отдельном компоненте, да, то бишь есть компонент, есть to-do-лист компонент, который в себя принимает какие-то вот эти вот записи отдельные, собственно говоря, это и есть props. Вот, если мы перейдем сюда, например, ага, сейчас, one moment, please. Что-то, короче, в общем, сейчас, 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 ага. Собственно говоря, здесь тоже, то бишь, вот у меня есть интерфейсы, сейчас я сделаю большой экран, вот, 1, 4, 1, вот, у меня есть файлик с типами, которые описывают, скажем так, что у меня может быть в моем приложении, да, то бишь у меня есть здесь отдельно описывается, что включает в себя один из этих to-do, да, то бишь to-do-листе, там есть у него текст и айдишка, например. Есть, это используется в to-do item, да, ну, и вообще мы описываем, что из себя, что в себя включает один to-do компонент, to-do-лист. Есть у нас компонент to-do-лист, который, то, что я показывал, принимает на себя итемсы, и здесь указывается, что вот здесь идет массив, да, то есть квадратные скобочки, и что массив типа to-do item, то бишь у него в этом массиве, в этом каждом элементе по-любому должен быть текст и айдишник. Ну, и есть еще компонент to-do-app, в котором находится форма, и форма имеет свой свой… ну, в этой форме, не в этой форме, точнее, а в стейте есть текст, который имеет тип string. Как это, почему полезно, и зачем это, собственно говоря, все надо. Если мы перейдем в to-do-лист компонент, у нас здесь есть… Собственно говоря, мы идем циклом… Идем циклом, да, по тем итемсам, которые мы запихнули в properties. Ну, идем по каждому элементу, грубо говоря, и рисуем один to-do-итем, да, и в чем, как бы, смысл typescript-а, типа, чувак, ты просто пишешь, как бы, и что здесь полезного, типа, в этом typescript-е. Ну, и, собственно говоря, что полезного, что мы, допустим, в to-do-итеме, как бы, ждем, ожидаем, что… Почему навигация не работает, у меня интересно. В каждом, допустим, в этом… В to-do-итеме компоненты, которые отвечают за то, что каждый, он рисует отдельный элемент. Вот, у нас есть, грубо говоря, наша верстка, да, и мы вот знаем, что здесь… Enter лично раз нажал, сорян. Мы здесь ожидаем по-любому, что здесь должен быть текст, и здесь должна быть адишка. Мы вот, когда мы рисуем на сайте наши эти все штуки, мы вот знаем, что мы здесь… Ну, вот он должен быть здесь. Там, допустим, представьте себе, что здесь картинка какая-то есть, какие-то там, не знаю, еще другие элементы, какие-то другие теги. И вот, когда вы это все будете, когда вы это все делаете, вы можете просто в каком-то там одном из… Это компонентный подход, да, то есть один компонент в другом, в другом, в другом, и это можно, короче, такую елку сделать, и в каком-то месте это просто в один раз завтыкать, потому что у вас, грубо говоря, есть какой-нибудь ап, в апе есть какой-нибудь хедер, есть футер, в контенте какой-то есть еще в раппер, во в раппере еще. Все это, короче, делится по компонентам, короче. Вы сидите, пьете смузи и думаете, как вам, короче, сделать эти компоненты, да, чтобы это все работало. Ну и собственно говоря, вам TypeScript позволяет делать так, чтобы это вот работало без ошибок, у вас никогда не было ошибок, что чувак, я не могу отрендерить, там вообще undefined пришел, потому что у вас просто таких проблем не может возникнуть. Как это, что тут еще интересненького, например, есть так же самое. Так вот, например, есть у нас такая штука еще в TypeScript, что, собственно говоря, полезно и интересно, есть такая еще штука, как Enum. Как это используется? Ну, те, кто люди работали еще, может быть, когда-нибудь с MySQL, грубо говоря, помнят, что такое Enum-поля и чаще всего, например, в базе данных пользовательские роли, там, например, админ и пользователь и так далее, описывается у вас, ну, small int каким-то, да, то есть в данном случае вот так написано, да, там, если мы в Monge, мы можем так писать. Но чаще всего, например, это выглядит так, что у вас, например, в базе данных админ, ой, девелопер-то, например, один. Сейчас, сек. И здесь можно ничего не писать, потому что у этого админа будет два значения, а у эзера три. И, например, как это используется? Вы создаете какой-нибудь, какого-нибудь пользователя, сохраняете ему роль или, там, проверяете на роль. И, ну, возможно, вы не помните, какое значение в базе данных у админа, например. Ну, мало ли забыли, не знаю. Вам проще, когда вы это все делаете, создаете или, там, проверяете на роль, а может ли этот пользователь что-то делать, вам легче обратиться вот так вот, просто там user roles developer. И, собственно говоря, здесь вот есть у нас enum, который отвечает за то, что какие значения integer у enum. И есть, например, interface user. И он описывает вам, допустим, да, то, что у вас база данных или где там хранится. Там, айдишки, стринги. И что роль, но в данном случае необязательная, она должна иметь в себе точно одно из трех значений, то, что у вас указано в enum.user roles. И сейчас покажу, собственно говоря, как это все. Ну, и есть, допустим, если у вас где-то там в компоненте users. Собственно говоря, мы импортируем здесь users, эти все наши типы, включая enum, и пропихиваем их в state. Ну, здесь вот так вот в TypeScript описывают. Первое — это у нас props. Мы описываем, какие у нас могут быть properties заходить в это. И в первые вот здесь, я не помню, как это называется, не скажу сейчас. И, собственно говоря, такая типичная, например, функция. У нас здесь есть список пользователей и есть какая-то функция, например, добавление пользователя. И вы создаете объект, например, там из каких-то данных, которые вам пришли, к примеру. Ну, в данном случае просто вот как бы в таком виде. И вы указываете роль. И вам проще как бы… Вот он админ должен быть. Я указываю user roles админ. И если вы захотите просто сделать как-нибудь вот так вот там какой-нибудь, то все, как бы у вас уже ошибка, TypeScript… Ну, я не буду сейчас сворачиваться. Грубо говоря, он вам напишет, что, чувак, типа, у меня как бы роль ожидается, что одна из трех — это либо девелопер, админ или типа того. И как бы давай, будь добр, замени это, пожалуйста. Ну, или так же само, например, ну, тоже то, что вы сядете на знак вопроса. Здесь как бы вот я показывал интерфейс юзера, там гораздо больше было полей, там адрес и так далее. То бишь они… Я сделал знак вопроса, значит, они optional, да. Забыл, как это будет. И, собственно говоря, поэтому я могу создать пользователя без всяких таких разных ошибок, собственно говоря. Что еще интересного? вам. А если я буду передавать каким-нибудь на единицу любой? Плюс одним у нас единица, а если я буду сюда роль передавать единицу? Интересный вопрос. Можно попробовать. Мне что-то такая мысль не приходила в голову. Можно попробовать? Работают. Можно пять попробовать. А, ей тоже работает. Интересно. Бага. Что еще интересного хотел бы я показать? Ну, и, собственно говоря, то же самое, что, да, есть юзер-роли, есть какой-то отдельный пользователь. Когда мы создаем, мы четко указываем, что он должен быть именно этим чуваком, а не каким-либо другим. И так же самое у нас есть в стейте пользователи. И мы указываем, что эти юзеры описаны в этом стейте интерфейсе, и они там имеют какие-то свойства, которые как бы… Ну, то есть, грубо говоря, вы тоже там стоит, не запихнетесь, что там не должно присутствовать. Так же самое… То же самое, собственно говоря, используется на бэкэнде. Единственное, что вот в данном случае мы, например, используем мангус, а мангус как бы у него своя мангус схема есть, и там что-то чем-то похоже, на TypeScript, там тоже стринги и так далее, и тому подобное, но чуть по-другому пишется. Там здесь, например, стринг пишется с маленькой буквы, там пишется с этим, с кмлкейсом. Ой, ну да, в общем, капиталайз, собственно говоря. Но мы, например, стараемся в своих проектах описывать там какие-то интерфейсы и используем их и на фронт-энде. Собственно говоря, здесь, конечно, это маленький такое, то, что я хотел показать. Даже, в принципе, я могу показать, как это выглядит на браузере, но там, в принципе, смотреть не на что. Это просто как бы туда, как бы, да, добавили, добавили. То бишь, собственно говоря, основное происходит здесь. То есть вы смотрите, когда вы что-то пишете, вы кодите, и шанс того, что вы что-то можете провтыкать, скажем так, он, ну, он маловероятен, как бы, грубо говоря. То есть там может случиться, конечно, что-то, но вряд ли. То бишь, там какие-то функции, какие-то методы класса и наследование. Все это делается здесь. Так же самое, как я показывал, что там можно наследовать, расширять один, там разные классы, интерфейсы, грубо говоря, что... Сейчас, в принципе, я показывал, но на всякий случай. Где там юзер? Собственно говоря, где там в tut.doos, наверное? Да, вот как здесь в данном случае. У нас есть, здесь есть наследование интерфейсов, грубо говоря, да? То есть есть, у нас есть интерфейс, в котором есть items, и каждый items имеет тип tututum, да, как я уже показывал. И мы хотим создать интерфейс, который наследует тот элемент, но мы хотим что-то туда еще добавить динамически, потому что чаще всего бывает такое, что на самом деле TypeScript хоть и саппортит React очень круто, они сегодня как раз, вот сегодня вышло 2.6.2, они саппортят фрагменты уже, которые только вышли, по-моему, относительно недавно. Но очень часто бывает головная боль, там, с другими библиотеками. Мы, когда начинали проекты, была просто очень кровь, весь глаз текла, когда мы не знали, что делать, там, когда редакс настраивали, там, иммутабл, пришлось за иммутабл, ну, потому что для всего, как бы, есть types, которые, там, вы, когда TypeScript у вас работает, есть какой-то types. Для каждой другой библиотеки, которую ставите, там, будь то Express.js, или там, MongoDB, MongoConnect, чаще всего вам нужно установить дополнительные types. Там пишется просто собака, types, слэш и название вашего пакета. Они чаще всего есть. Но бывают они устаревшие, и бывает так, что вам нужно что-то дописать самому. И так же самое, вот, вы берете какой-нибудь тип, там, какой-нибудь Mongoose, или response, или request, и добавляете туда что-то еще. Как в данном случае, недавно, вот, такой, это типа, ну, как, в общем, касается TypeScript, да, вот, допустим, у нас есть API, которые, вот, файли, которым описаны все запросы к базе данных. Мы используем fetch обычный, вместо Axios, и в этом fetch мы передаем заголовки, да, credentials какие-то, чтобы куки сохранять. И вот TypeScript обновился, 2.6.1 версия вышла, и все, короче, ничего не билдится, и мы сидим, думаем, что делать, а он говорит, типа, я не знаю, что такое заголовки. Типа, request, короче. Ну, в общем, там, берешь, добавляешь, создаешь свой интерфейс, наследуешь его от request, ну, и добавляешь туда, например, headers, пока они там что-то не обновили, потому что есть какая-то, как раз на Emutable, по-моему, я спрашивал что-то на GitHub у них, vshus, там была iShus, я что-то искал, я туда запостил, спросил, запись это была в августе или в июне, сейчас декабрь, там вот после меня еще было где-то 15 человек спрашивали привет там с такого-то дня, короче, я был там привет с июля 27-го, люди писали еще, по-моему, привет, вот уже ноябрь, короче, вы это пофиксили, мержнете, то есть бывают случаи, когда, конечно, от Apps Script бывает и не особо приятно, потому что ты вроде бы хочешь писать, ты смотришь документацию на GitHub, на NPM, там, не знаю, с какой-нибудь MongoDB драйвером на Node.js, ты просто что-то хочешь кодить, а он тебе говорит, нет, я не знаю, что это за метод, например. Ну, вот чаще всего, конечно, этого, ну, чаще всего саппорт есть, как бы, все саппортится, все обновляется и, в принципе, такого головняка нет. В общем-то, если есть какие-то вопросы, у меня не так много я подготовил, я не знаю, слайды я не делал, потому что я ленивый, вот, нет, ну, я просто не знал, что там рисовать, я поэтому сделал, как бы, то, что я знаю, как бы, чем я смог, тем и поделился, потому что, на самом деле, в TypeScript есть, если смотреть документацию, там очень много, там есть всякие generic types, есть классы и так далее, тому подобное, как бы, это вот с чем мы, грубо говоря, связываемся, да, у себя в проектах, что мы чаще всего сталкиваемся и что я считаю, как бы, прикольными штуками, я, собственно говоря, решил с вами поделиться. Ну, то есть, кроме конфликта с другими библиотеками, никаких свободных выполнений, это не сталкивается? Нет, там так же самое, ну, то есть, пакет, может быть, чаще всего, тем более, что сейчас все пакеты, они идут, там, не знаю, как бы, Drop Zone, там, какие-нибудь другие плагины, которые вы ставите на React, они уже описаны, уже где-то там они есть. Чаще всего, просто через, там, Control или, да, на Mac Command переходите туда, и там есть все definition, и просто все описано, все типы, что оно туда себя включает, там, и так далее, все расписано, люди сидят, это, как бы, пишут, поэтому, в принципе, вот, за последние, там, пару месяцев не было никаких проблем ни с одним из каких плагинов. Были у нас проблемы, конечно, с апдейтом на 16-ый React, у нас 15-6, один, по-моему, или два, потому что там, как бы, всякие разные модули, но с TypeScript именно конкретно ничего такого сертистного не было проблем. Все, в принципе, пишется, все. Спасибо. Ну, в смысле, если нет JS на бэкэнде? Если нет JS на бэкэнде, я думаю, что не особо это что-то выйдет, наверное. В смысле, вообще нет смысла? Ну, да, я думаю, что не смысла. Ну, как бы, мое основное мнение, что, в принципе, TypeScript, как бы, в фронтенде прикольно, но он реально больше, гораздо полезен именно на бэкэнде. Просто у нас, если бэкэнд, там, если у нас на бэкэнде TypeScript, мы решили, как бы, и фронтенд писать, попробовать, что это, как бы, у нас два проекта сейчас, они оба на TypeScript, и бэк, и фронт, в принципе, нормально. Но если там на сервере какая-нибудь PHP или что-то вроде того, то пихачивать на фронтенд TypeScript, ну, можно, но не знаю, какой смысл. Ну, для себя, может быть, да, вот я же говорю, как перестраховка, что ты нигде не провтыкаешь все равно, там, если у тебя особенно большой разрастающийся проект, то, в принципе, это все, как у нас, разбито по папочкам, все, каждый тип отдельно друг друга себя наследует, и, как бы, все разделено, как, вот, как компоненты, да, компоненты подхода, так же само у нас разделены типы, то есть, там, у нас, там, в одном из проектов, например, есть юзер, есть персон, и каждый, у каждого там растет, и каждый, у каждого пользователя может быть какое-то негаличное количество свойств, да, начинать имени, заканчивая каким-нибудь, там, карточкой или, там, не знаю, ну, не карточкой, в смысле, а, там, какими-нибудь подписками, и, там, и так далее, и так далее, и тому подобное. Ну, как я уже говорил, что, собственно говоря, чем преимущество TypeScript'а, что мы используем его в двух местах, поэтому, как бы, нам PropTypes, собственно говоря, не нужен. Во-вторых, я, если честно, немного работал с PropTypes'ами, когда я начал писать на React'е, уже, по-моему, уже его, они еще были, и через месяц, когда я там еще входил, понимал, что такое React, его выпилили. Я особо с ним даже не работал, как бы, но смысл в том, что все равно, мне кажется, PropTypes'ы — это PropTypes'ы, но, если вы пишете какие-то методы разные, то, и какие-то вы туда передаете параметры, и так далее, и тому подобное, и вы ждете, что из одного дочернего компонента вы вызываете какую-то родительскую функцию, да, то есть вы можете в Props'ах передать какие-то, там, и функции, и так далее, и тому подобное, и что та функция ожидает, там, Boolean или другое значение, то, как бы, здесь, мне кажется, это легче. Ну, не знаю, может, PropTypes'а тоже, но в TypeScript'е, не только в React'е, а вообще можно указывать, что там, ну, так же самое в функциях, можно указывать тип входящих параметров, и так же самое указывать, что эта функция от себя возвращает, там, будь то Boolean, будь то String, будь то и другой тип данных, собственно говоря. Поэтому, наверное, как бы здесь немножечко побогаче, так же самое, ну, если у вас реально, как бы, очень много разных компонентов, очень большая иерархия проекта, то и вы там что-то пропихиваете в Props'ах и ждете, что там, туда, в эту функцию что-то попадет, наверное, это как-то все-таки поярче будет, ну, не знаю, может быть, я мало знаком с PropTypes'ами просто. Я попробую добавить, но PropTypes, в целом названии, грекость, ну, как-то зацелем. Первое, он работает как-то с Props'ами, он определяет тип данных и является ли это какой-то обязательным. Вот. А в случае с TypeScript'ом ты можешь определять абсолютно любые передаваемые переменные, ну, вернее, любые передаваемые данные, определять им тип, ты можешь наследовать строить интерфейсы, наследовать админинтерфейсы у других, строить большую сложную иерархию. То есть PropTypes — это очень примитивная поддержка того, что компонент будет принимать на вход, ну, и плюс, как бы, разработчики React'а сами это поняли и выпили ее, сделали отдельным пакетом просто потому что, как бы, ее, ну, мое видение, это как бы неофициальное их подтверждение, но мое видение, что во многом это та часть, которую можно заменить каким-то другим подходом. То есть они ее распределили на нескольких пакетов, то есть выпилили вязать, потому что вместо обычной предыдущего TypeScript'а можно сделать это более умно, более сложно, например, с помощью того же TypeScript'а, который, в принципе, сейчас, есть еще React'а, который делает там плюс-минус такие же вещи, но, в принципе, на рынке фронт-энда сейчас TypeScript' — это, ну, если можно так сказать, стандарт, то есть это то, что все знают, что он есть, многие пробуют, кому-то прижился, кому-то не прижился. Ну и да, я хочу тоже добавить, что хоть там PropType есть, да, недавно такая маленькая жизненная история, я зашел на, есть такой, кто-то знает, кто-то не знает, GraphQL, называется такая штука, да, работает с базой, но я не силен, я с ней не работал, нет у меня опыта, и я просто для интереса зашел посмотреть на их сайт, они открыли сайт HowToGraphQL, типа такой туториал, ну и, в общем, я нашел footer и баг, как поверстки, и подумал, почему бы мне, короче, не сделать форки, ну или там сзать pull request и сказать ребятам о том, что оно криво. Ну, я взял форк, спулил проект себе, открыл его, и там тоже все на TypeScript'е, то бишь, как бы, чуваки, я не знаю, GraphQL — это тоже футбук-овский проект, насколько я знаю, по-моему, да, и чудаки тоже, как бы, пытаясь не использовать, а пользуются TypeScript'ом, видимо, не зря, да, наверное, так что, видимо, вот, наверное, они его не зря выпилили, они такие подумали, давайте писать на TypeScript'е. И вопрос по TypeScript'у еще такой, вот он транспилится в JS, как бы на фронтенде это все равно обычный JS, а что, если backend вернет на фронтенд вот какие-то некорректные данные, то есть мы в TypeScript'е прописали, что мы ждем объект, объект там такой-то, а нам пришел ну вместо объекта, как тогда поведет себя фронтенд, как вот этот JS транспаленный? Не, ну здесь он на этом этапе, как бы, никак себе не поведет, потому что это уже такое дело, он ведет себя на этапе именно билдинга, да, то есть он тебе на этапе кодинга, он тебе будет подсказывать, что, где, никак и так далее, там все настраивается в том же самом JS линте, да, что у тебя там есть какой-то импорт, ты его не уезжаешь, есть переменный создал, ты ее не уезжаешь, он тебе подсказывает, где что лишнее, а где не лишнее, и на этапе билдинга он тебе может сказать, что вот здесь там типа какая-то ошибка, да, или там, ну скажем так, я сейчас не буду уже писать уже как бы времени немного, но есть на главной странице TypeScript'е зайти, там есть чувак как раз, который в прошлом году, по-моему, рассказывал, показывал, демонстрировал именно, что же такое Quickstart типа, что такое TypeScript, и ты вот он показывал, допустим, например, каких-то простых функций, и что может быть, как TypeScript помогает, короче говоря, избегать каких-то ошибок, поэтому он может помочь только на этапе билдинга, на этапе того, что уже работает сайт, из бэкэнда пришла какая-то неправильная информация, то как бы это уже, уже, уже ничего не сделаешь. То есть надо еще описывать правила на то, что ты получаешь, или это не поможет? Нет, это не поможет. Это поможет на этапе, грубо говоря, Танцпайла, на этапе билдинга, что он тебе будет подсказывать, что здесь есть вероятность того, что может возникнуть какая-то ошибка. То есть он тебе предусматривает максимально все шансы, что здесь может быть какая-то беда, что ты не учел какую-то штуку. Он тебе будет говорить, что здесь, скорее всего, может быть это, а здесь может быть это, и он тебя заставит написать какие-то EFL или тернарные пираты, чтобы по-любому твоя функция что-то сделала правильно. Но на этапе уже, если сайт работает, и с бэкэнда что-то пришло не то, он уже ничего не сделает. Уже посыпется and define it и так далее. Спасибо. Получается, что все. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...